Всем привет, с вами Кардес, и сегодня будем продолжать темы разбора того, как правильно собирать рунные слова. И в целом ролик про Энигму был тепло встречен, так что самое время разобраться с следующим рунным словом, а именно с Infinity. Как и в случае с Энигмой, здесь есть некоторые неочевидные подводные камни и неочевидные вещи, на которые стоит обращать внимание. И первое, что хочется сказать, прежде чем мы перейдем к разбору Infinity, это то, что в целом абсолютно без разницы, где вы собираете Infinity, если ваша цель просто добиться получения ауры осуждения, conviction в английской версии. Потому что именно для этой цели Infinity в первую очередь и собирается, а аура осуждения здесь всегда 12 уровня, независимо от того, в какой болванке вы решили ее собрать, и от ролла там или чего-то еще она не зависит. Но сегодняшняя тема ролика, она будет для тех, кто в первую очередь думает о том, как повысить эффективность своей Infinity в разных аспектах. Какую лучше собрать, для какого персонажа, билда и каких целей и т.д. и т.п. И для того, чтобы перейти к дальнейшим обсуждениям, давайте разберемся с тем, а какие свойства у Infinity есть помимо ауры осуждения. На что здесь стоит обратить внимание. И давайте прям по порядку. Первое это увеличение скорости ходьбы и бега, что довольно приятно и будет полезно любому персонажу. Этот параметр не роллится и в целом на него обращать внимание большого не стоит. А вот следующий параметр плюс к урону, или Enchance Damage в английской версии. Это тот параметр, который может иметь ролл от 250 до 325. И соответственно наличие этого параметра будет прямо влиять на цену Infinity и на ее эффективность в ближнем бою. Следующий параметр, который обладает достаточно мифическими свойствами, а именно минус к сопротивлению молнии у врага. В моем случае минус 54% на данной Infinity. И многие ошибочно полагают, что именно этот параметр и влияет на то, сколько урона будет наносить Lightning Sorca своими молниями по противникам. Однако это совсем даже и не так. Поскольку вот этот параметр, он действует только на урон молнии, который наносит ваш наемник. То есть если бы ваш наемник был Lightning Sorca, то конечно он с радостью бы наносил огромный урон молнии по противникам. Но он является не Lightning Sorca, он является бойцом ближнего боя. И этот параметр не дает ему абсолютно ничего. Этот параметр не перемещается на вас, на вашего героя, и никак не увеличивает ваш урон. Так что забудьте об этом роли в принципе. И да, кстати, этот параметр также ролится от 45 до 55. В ценности этот параметр прибавляет только в двух случаях. Если речь идет о какой-либо премиальной болванке, например, та, которую вы видите на экране, то есть имеющей высокий ролл по ED, в таком случае наличие высокого ролла по сопротивлению молнии, это просто красивая циферка, на которую приятно смотреть. И которая также повышает ценность предмета. Второй случай это если мы используем Infinity в руках у волшебницы или в руках у Амазонки. Об этом поговорим чуть позже. Следующий важный параметр на Infinity, который нам также крайне важно понимать и знать, это плюс 40% к вероятности нанесения сокрушающего удара. Крашинг Блоу в английской версии. Этот параметр прямо влияет на то, с какой скоростью вы будете убивать какие-либо жирные цели. Ну, в первую очередь, конечно же, речь идет про боссов или убербоссов. То есть, по сути, чем чаще ваш наемник наносит сокрушительный удар, тем быстрее он будет убивать различного рода боссов. Другое дело, что если речь идет про каких-нибудь обычных мобов, которых вы встречаете в стандартных локациях, особенно если вы играете на один ППЛ, то есть в одиночку, то в таком случае это свойство практически никогда срабатывать не будет, даже если и будет, то оно не будет наносить вам никакой дополнительной пользы. Поскольку вы просто будете выносить всех противников налево и направо с одного попадания. Это же касается и различного рода боссов, которые будут ложиться с двух, трех, четырех молний, и смысла большого нанесения сокрушающего удара по ним нет. Следующее свойство запрещения монстрам лечиться не работает, когда наемник использует его на своем оружии, так что про него тоже можно забыть. Ну и все остальное значение по большому счету не имеет. Я думаю, не нужно здесь также оговариваться дополнительно о том, что наемник использует инфинити только в эфирных болванках элитного класса. С параметрами разобрались, это крайне важно будет сейчас понимать, для того чтобы дальнейшая суть ролика была вам ясна и понятна. Следует разделить инфинити, прежде чем мы пойдем дальше, на две категории. Первое это собственно то, что есть в руках у вашего наемника. Второе это то, что вы будете носить самостоятельно у себя в руках. Да-да, сорка тоже может ходить с такой вот косой в руках. Зачем же сорке это делать? Вспоминаем про параметр минус к enemy lightning resistance, сопротивление молнии врага. Этот параметр целиком и полностью влияет на то, сколько урона теперь уже вы, как волшебница, использующая молнию, будете наносить по противникам, которые встанут у вас на пути. То есть именно для этих целей сорка в руки и берет инфинити, чтобы наносить еще больше урона от молнии. Этот параметр не работает на наемнике, но вполне себе прекрасно себя чувствует в руках у волшебницы. И естественно, что в таком случае, если мы говорим про такие инфинити, то они собираются в болванках с нормала. То есть вот эта база скиф, например, которая сейчас на экране, это нормальная база. Это не база хэла, как, например, у наемника. Отличается она, естественно, тем, что она имеет гораздо более низкие требования по силе, ловкости и прочим штукам. Естественно, что если вы соберете ее в эфирной базе, то требования будут еще ниже. Но в целом большой разницы нет, эфирная у вас база или не эфирная база. Волшебница без разницы, с каким предметом ходить, поскольку бить она им никого не будет. Другой персонаж, который с радостью возьмет инфинити в руки, это амазонка. Правда, в таком случае, скорее всего, собирать вы его будете в какой-нибудь Матриархал Пайк с дополнительным автомодом на плюс три к навыкам копий и джавелинов. Эта амазонка чаще всего будет использовать навыки Charged Strike для того, чтобы поражать своих противников. Именно для этой цели ей и потребуется носить инфинити в руках. С этим, надеюсь, разобрались. Теперь давайте перейдем к разделу, который, наверное, собственно, самый важный здесь и есть. А именно инфинити для наемника. Какие варианты болванок здесь есть и на что стоит обращать внимание. Разделить болванки здесь, наверное, нам придется еще раз на два типа. И первый тип болванок, это болванки, которые предназначены для того, чтобы их потом можно было продать, купить, обменять и так далее. Ну, так называемые ликвидные базы. И пока не вдаваясь в подробности, давайте просто сразу скажем о том, что ликвидных баз в игре сейчас всего две. Это Трэшер или Цеп в русской версии. И Джайант Трэшер или Огромный Цеп в русской версии. Именно эти две болванки обладают максимальной ликвидностью. Именно в них большинство инфинити и будут сварены, если вы будете искать их на открытом рынке. При этом Джайант Трэшер обладает гораздо более высокой стоимостью и большей ликвидностью. С гораздо большим удовольствием его у вас купят, чем Трэшер. Объяснение здесь будет довольно простым. Обе эти болванки являются болванками элитного класса и являются полиармами, в которых раньше и можно было собирать инфинити. Сейчас инфинити можно собирать еще и в копьях, и это тоже очень важное уточнение, о котором мы позже еще поговорим. Но давайте вернемся к тому изначально, почему собственно Трэшер и Джайант Трэшер. Так вот, это у нас полиармы. Раньше только в полиармах можно было собирать инфинити. И если посмотреть на различные параметры, которые есть у полиарм, то мы можем заметить, что в целом у них есть, как обычно, естественно, урон, следующее требование по силе, уровню, радиус удара, довольно неочевидный параметр и скорость нанесения ударов, а также количество софетов. Начнем с самого неочевидного параметра, который может броситься в глаза, а именно радиус нанесения удара. Вы можете заметить, что он отличается от болванки к болванке, и самый большой радиус у нас у Грейт Полиакс и Джайант Трэшер. И чем меньше радиус нанесения удара, тем ближе наемнику придется подойти вплотную к цели для того, чтобы нанести ей урон, и больше за ней бегать, особенно если лечь идет в каких-то быстро бегающих целях. Соответственно, вам было бы удобно иметь широкий радиус нанесения удара. То есть по этому параметру у нас самыми лучшими болванками будут являться Грейт Полиакс и Джайант Трэшер. Второй момент мы с вами вспоминаем, очень важный. А именно то, что у Инфинити есть шанс нанесения сокрушающего удара, для которого крайне важна скорость атаки вашим оружием. И если обратить внимание на скорость атаки, то мы видим, что скорость атаки минус 10, а это быстрая скорость атаки, здесь всего у двух предметов. Это Трэшер и Джайант Трэшер. База, которая имеет 0 скорости атаки, она медленнее, как бы это странно ни звучало, да? То есть чем меньше цифра, тем база быстрее. То есть Грейт Полиакс у нас медленнее, чем Джайант Трэшер. Криптик Экс еще медленней. Вместе с Колосус Вулджом здесь же на пару. То есть получается, что Трэшер и Джайант Трэшер являются самыми быстрыми базами. А значит ваш наемник здесь будет чаще наносить сокрушительный удар. И в целом будет наносить больше урона противникам, просто потому что он будет чаще бить. А чем чаще он бьет, тем чаще он лечится. Но эти параметры мы с вами посмотрим еще в калькуляторе дополнительно. Тут тоже есть о чем подискутировать. Я сейчас всего лишь пытаюсь объяснить, почему эти болванки являются самыми ликвидными. Ну и естественно, что Трэшер и Джайант Трэшер, они отличаются друг от друга совсем минорно. Буквально чуть-чуть побольше урон у Джайант Трэшера на 0,5 единиц в среднем. И значительно больше радиус атаки. Вот это, пожалуй, то, что и влияет на стоимость Джайант Трэшера и на ликвидность инфинити, собранных в Джайант Трэшере. Надеюсь, этот момент усвоили. Любые другие болванки, какие бы вы не выбрали для вашей инфинити, будут менее ликвидными, чем Трэшера и Джайант Трэшер. Это не сделает их самыми лучшими или топовыми, хотя они обладают достаточно неплохим сбалансированным набором характеристик. И я для своих инфинити всегда предпочитаю Джайант Трэшер. Поскольку активно занимаюсь торговлей, обменом и прочими всякими такими штуками. И мне приятно иметь предмет, который я могу в любом времени купить, продать, поменять и так далее. Начиная с патча 2.4, в игре стало возможным собирать инфинити, также в болванках копий. Ну и, естественно, в первую очередь мы выбираем различные элитные копия. И здесь выделяются два, наверное, предмета в основе своей. Это манкетчер, который обладает самой быстрой скоростью атаки, минус 20. Вспоминаем, что у нас на Трэшери и Джайант Трэшери было минус 10, да? Хотя у него и значительно более низкий средний урон здесь получается, но зато гораздо более высокая скорость. И Варпайк. Самая медленная болванка из всех присутствующих, зато обладающая самым большим средним уроном. Остальные болванки не имеют какого-то большого смысла рассматривать, потому что они не имеют каких-то серьезных преимуществ перед конкурентами из класса Полиарм. В частности, я часто видел, как инфинити собираются в стегийских пиках, но это уж полное расточительство, поскольку стегийская пика является абсолютно неликвидной и бесполезной базой. Вот уж чего точно выбирать не стоит. И какая же болванка, если отбросить в сторону моменты, связанные с куплей-продажей, ликвидностью и всем вот этим ввод, является самой лучшей для инфинити. И для того, чтобы понять, какая болванка будет являться самой лучшей, давайте для начала просто снимем шапку с наемника. И просто возьмем разные базы и сравним чистый урон, который будет наносить ваш наемник. Мы будем смотреть на параметр Damage Per Second, то есть ДПС, по сути, тот урон, который наносит ваш наемник в секунду. Я собрал все болванки в единую табличку такую, и тут вы видите урон от способности джеб, но при использовании брони Fortitude, да, которая увеличивает урон. Соответственно, вы можете заметить такую удивительную вещь, что оказывается, сюрприз-сюрприз, но самой дамажащей болванкой оказывается Great Polyaxe, которую, как правило, вообще обходят стороной. Однако именно она, при отсутствии каких-либо факторов, увеличивающих скорость нанесения ударов, обладает самым большим чистым уроном в секунду по различного рода мобам. Но это было бы не совсем корректно. Почему? Потому что чаще всего мы с вами используем на голове у наемника какие-нибудь шапки. Например, Vampire Gaze. В этот Vampire Gaze, например, мы хотим вставить вот такой вот джебл на 15 скорости атаки и увеличение урона. Для чего? Для того, чтобы наш наемник бил почаще, наносил больше урона, быстрее лечился и всякое такое. Давайте же сравним показатели, изменились ли они или все осталось по-прежнему. Все данные я опять для удобства свел в такую же табличку. И что мы видим? Ну, в целом, пока без изменений. Great Polyax по-прежнему является самой дамажащей болванкой. Однако, есть одно очень важное изменение. Те болванки медленные, которые до этого, без увеличения скорости атаки, совсем хорошо так отставали по урону, теперь довольно сильно приблизились к нашему лидеру и к некому среднему показателю по урону. И вы можете заметить, что в целом, при использовании вот такого какого-нибудь джебл на 15 ас и 40 ед, мы уже не видим какой-то великой разницы между различного рода болванками. Они примерно наносят одинаковый урон, и здесь уже стоит крепко задуматься, а зачем мне использовать медленную базу, когда я могу использовать более быструю, да, и наносить гораздо больше сокрушающего удара. Следующим вариантом тестов у нас с вами будет шапка Андреэль Визаж, в которую, однако, мы воткнем всего лишь рун Урал, для того, чтобы компенсировать недостаток по файер резисту, который есть у этой шапки. В чем принципиальное отличие между предыдущим вариантом, так это в том, что у нас теперь здесь увеличивается скорость атаки на 20%, но нет увеличения ED, да, то есть инчанс дэмэдж, которое было у прошлого варианта шапки. Что же здесь в этом случае поменяется? Сводную таблицу вы сейчас также видите на экране, и здесь также без различных сюрпризов. Крейт Полякс по-прежнему наносит самый большой чистый урон в секунду, но мы можем заметить, что Варпайк начинает активно догонять своих конкурентов. И последним вариантом у нас на тестах будет та же шапка Андреэль Визаж, но в которую мы вставим вот такой вот топовый джевл на увеличение скорости атаки на 15% и резисты к огню 30%. Помним, да, что у нас Андреэль Визаж имеет 30 резистов в минусе, соответственно, чтобы их компенсировать, нужно либо рун Урал вставлять, либо вот такой вот дорогой джевл. В принципе, здесь 30 резистов в файеру не обязательно вставлять, достаточно будет чаще всего там и 20, и 25, или типа того. Но мы же тут перфектные варианты рассматриваем, так что пусть будет так. Соответственно, таблица у вас на экране. И что мы видим? Невероятные цифры урона у такой незаметной первоначально болванки, как Криптик Экс. На втором месте абсолютно помойный колоссус Вулдж, который до этого вообще, в принципе, был где-то там в самом конце, и при этом является самой дешевой базой для построения инфинити. Это самая помойная база. Которую хрен продаж, и она стоит довольно дешево, требует большое количество силы и так далее. База в целом очень плохая, но, как видите, по урону она идет сразу после Криптик Экс, если мы используем такое премиальное снаряжение. Ну и, наконец, из того, что вы видели, наверное, вы сможете сделать самостоятельные выводы, какую базу вам стоит подобрать для того, чтобы иметь максимальную эффективность. Я же для себя, как и говорил ранее, оставляю базу Джайант Трэшера, поскольку он обладает достаточно хорошим уроном при хорошей скорости атаки. Плюс, как и говорил ранее, для меня крайне важна ликвидность моих предметов. И если условную инфинити в Криптик Эксе или Колоссус Вулджи можно продавать днями и неделями, и никто не будет давать нормальную цену, то инфинити в Джайант Трэшере идет за считанные секунды. Ну и в конце видео, как всегда, хотелось бы поблагодарить тех, кто поддерживает канал материально через кнопки донатов или через кнопки спонсорства на Бусти или на Ютюбе. В частности, отдельную благодарность хотелось бы выразить Александру Подкопаеву, Владу Работяги, Алабама Джи, Водяному Коту, Закорону и, конечно же, Дмитрию Сай. Спасибо вам большое.